Владимир Путин посетил дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Президент вместе с вдовой писателя Натальей осмотрели экспозицию. Супруги Солженицыны положили начало архивному собранию музея, передав в дар 750 уникальных материалов, которые были собраны в годы вынужденной эмиграции. Президент оставил запись в книге почетных гостей. Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете сегодня. Все, что вы делали раньше, будучи фактическим редактором всего, что вышло из притера Солженицына одно. Вы продолжаете эту работу, продолжаете ее для нас, для всех, чтобы мы ничего не забывали, чтобы и наследие самого Александра Ивановича, и все, что связано с его жизнью, с его творчеством, не забывалось. Я вот сейчас, когда писал о просьбе, коллеги, я отметил, что жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией. В этом особенность считаю именно российской эмиграции. И она, эта эмиграция, будучи даже вдали от Родины, вносила, ну и сейчас вносят очень заметный вклад в духовную жизнь самой России, в жизнь России всегда вносила. И мы должны это знать, помнить, учитывать, иметь в виду и использовать в сегодняшней работе. Вам большое еще раз за это спасибо и всем коллегам, которые занимаются этим домом, этим музеем, потому что это вот такая вещь, которую мы никогда не должны забывать в нашей истории, чтобы никогда не повторять ошибок подобного рода. Вот мы сейчас только говорили об этом. 10 миллионов человек оказалось за рубежами России, за границей России после распада Российской империи, после Первой мировой войны, а после распада Советского Союза 25 миллионов человек. Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны, такие колоссальные потери. Мы никогда… Мы должны знать об этом, мы должны понимать, что было причиной вот этих катастроф и делать всё для того, чтобы ничего подобного не повторялось. Ведь когда страна шла к этим тяжелейшим испытаниям, тогда ведь никто не думал, что это может случиться. Вот в чём беда. Но когда это случается, потом уже поздно, потом уже почти ничего не вернуть. Или очень многое становится утраченным, и очень многое из того утраченного, но из того утраченного действительно невозвратно утрачено. Вот за сохранение этой исторической памяти, за то, что мы помним об этом, вспоминаем. Особенно это касается молодых людей, за продвижение самого лучшего из всего, что вышло из-под пера Асиана Висаяча, особенно среди молодых людей. Вот за это мы огромное спасибо. Ещё раз поздравляю вас с днем рождения. Спасибо большое.